и наш очередной аукцион друзья мои аукцион под номером 99 какая красота что мы знаем про эту цифру кстати говоря 99 еще в бытность когда мы были там школьниками студентами увлекались хоккеем под этим номером играл известнейший канадский хоккеист 99 номер марио лемье стоп марио лемье играл под шестьдесят шестым а это был антагонист ну ладно только запутал итак 99 99 аукцион так пройдет 24 по по 30 ноября прям вот последний день осени последний день осени грех жаловаться осень была хорошая но грех жаловаться главное и в первую очередь тем что попадают великолепные картины как вот например вашему вниманию об этом еще поговорим во вступлении откликнемся на любопытную новость любопытная новость не буду называть фамилии то что как некоторых людей мы знаем и не хочется известный галерист американский продал ну бизнесмену богатому человеку из украины ряд очень дорогих картин чем это было давно там время растягивается там десятилетней давности какие-то истории так далее сейчас спустя вот это вот длительное время украинский бизнесмен обнаружил что или заподозрил или кто-то ему рассказал что он сильно переплатил там претензия к галеристу двойная первое что кое-какие работы не настоящие фальшивые остальные настоящие но он за них сильно переплатил и вот сейчас началась какая-то тяжба ну что скажет на это обыватель на эту новость ну конечно вокруг одно жилье безусловно вообще весь рынок такой жульковатый да да и бизнес весь жульковатый то что скажет бизнесмена бизнес есть бизнес друзья мои сделка состоялась ты по ней купил никто не мешал тебя изучить цены на тот момент рынок искусства вообще вещь очень индивидуально и уникальна здесь говорить о высокого уровня работах переплатил за них или не права не переплатил вообще говоря бессмысленно например там ситуация года двухлетней давности те кто в прошлом году покупая какие-то предметы спрашивали у нас так они сильно ли я переплатил или там нормальная ли цена вот сейчас мы им отвечаем вспомните эти вопросы которые вы нам задавали вы сейчас прямо сейчас год прошел выиграли причем сильно поэтому те вопросы годичный полуторагодичной давности сейчас кажутся смешными кто-то нам на это скажет там вы раскрутили каких-то художников там еще об этом поговорим чем они раскручиваем просто рассказываем интересные вещи это что они в том числе влияют на интерес покупателей так далее но это уже и наша заслуга в том числе но и художников в первую очередь хорошие картины ударный топового уровня сейчас находят хороший спрос и важно здесь не то что на них есть покупатели там с хорошей материальной основой да так сказать своей а то что они появляются вот это первично что они появляются нашему с вами внимания то же самое вернулись к этому к этому конфликту галеристу покупателю говорит что ты переплатил опять же когда переплатил 2008 году переплатил в тринадцатом потому что были уже падение были уже и взлеты и мы уже это все видели это вообще точно бессмысленно вот если мы говорим о том что он приобрел какие-то картины и в них усомнился в их подлинности здесь вопрос опять же к тебе а как ты их покупал почему ты не озаботился подтверждением каких-то достоверных там источников да есть слава богу сейчас есть в россии уж точно организации которые серьезно этим занимаются я их даже назову там центр репина не на институт горбарин пожалуйста отличные специалисты все очень хорошо корректно четко и быстро но быстро ладно по раз насчет исследований тем не менее абсолютно стопроцентное доверие если мы вспомним сейчас наш рынок российские внутренние сейчас и допустим 15-20 летней давности это фантастически разная ситуация просто нельзя сравнить 20-летнюю давность и сейчас сейчас это просто очень чисто опять же для тех кто этим вопросом занимается а кто считает что у меня у самого глаз там глазок свой глазок вострок да ну что же вы тогда хотите то требуйте при покупке занимайтесь подтверждением экспертизами бумагами и так далее но здесь кстати говоря в первую очередь я скажу при покупке вот три причины по которым люди решаются на покупку первое подворачивается хороший художник хорошая картина второе хорошая цена третье место которому я доверяю вот из этих трех причин на самом деле главное место которому я доверяю отсюда вот эти картины которые приходят на наш аукцион потому что нам доверяют продавцы нам доверяют покупатели и здесь все прозрачно абсолютно для всех и цена как образуется цена и как происходит подтверждение и как вообще здесь все происходит люди довольны все и это вот как раз обращаем покупатель обращаем ваше внимание для себя вы должны определить нисколько где стоит не где-то там что-то подвернулся а ту точку покупки и тех людей которым вы доверяете дальше все будет порядке мне на это возразите ну наверное те между собой покупатель да из украины и соответственно галеристы за америки наверное тоже между собой друг друга доверяя в тот момент это разные вещи частные сделки закрыты и открытые аукционы это очень разные вещи мы как-то на эту тему говорили поищите ролики у нас есть может быть повторим через некоторое время это разные вещи и мы на это обращаем это неплохо нехорошо это просто разные вещи с нашей точки зрения так как мы занимаемся аукционом вот вы то как раз вообще все на виду все наши продажи все на виду и поэтому здесь тройная там или бог знает какая степень защиты в том числе и общественность не дает нам ошибиться вот так вот скажем да не дает в частных сделках по-другому потому что там два человека и дальше доверие так далее доверие ушло и сделки вот видите как спустя 10 лет начинаются конфликты ну как-то разрешится как-то разрешится но ваше внимание мы на это обратили а сейчас переходим к нашим топ-лотом последние недели осени и я вас уверяю есть на что посмотреть поехали и начинаем рубрика шедевры перед нами давид бурлюк 1949 год холст масло посмотрите какая красота как это может быть не шедевр давид бурлюк как называется работа кстати не зря этот вопрос еще буду его задавать в процессе нашего вот этого кратенького обзора называется французская девушка вау очень красивая девушка и работа наверное из портретного жанра бурлюка это лучше просто безусловно безусловно обычно мы говорим что портреты продаются тяжеловато особенно мужские совсем тяжело женские получше тут дальше начинаются внутри этого нюансы известная личность неизвестная личность там и так далее но вот есть портреты которые сразу отрываются вот от этой всей суеты это просто красивое произведение искусства вот прям перед нами и говорить нечего а уж название да французская девушка что же еще что за период давайте это тоже важно бурлюк полной силы вдохновения до экспертиза друзьям и друзьям и прежде чем будем дальше все это рассказывать это вот подтверждение моих слов во вступление обязательно вот если бы этот бизнесмен озаботился вот такой простой процедуры как процент как экспертиза перед покупкой а там были будь здоров какие потом метровые айвазовский в то время там бог знает от 3 до 5 миллионов долларов как можно приобретая такие вещи не иметь бумаги игнатовой скажите мне ну это же расскажут где игнатова для америка и где украина уж не знаю друзья мои уж не знаю вот как-то бы внутри этой своей сделки озаботились а вы этот пункт обязательно отрабатываем всегда причем я уже подчеркивал делаем это не по принуждению а потому что нам нравится этим заниматься вот такая смешная история нам нравится заниматься поиском истины и подтверждением и быть спокойным дальше на всю оставшуюся жизнь что мы продаем безупречные вещи по хорошей цене так бумага все есть читаем дальше бурлю полный сил вдохновения эксперт считает что эта работа написана во время путешествия 4 бурлюков во францию 1949 году и скорее всего с натуры бурлик бурлюк любил путешествия набирался в них сил вояж на пароходе нью-йорк каны и походы по музеям франции стали для него источником новых ярких впечатлений и не случайно том периоде появился даже выражение такой ван гоговский до мотив в его произведениях здесь кстати отчасти тоже видно красота ну про бурлюка сейчас мне скажете а кто такой бурлюк вдруг сейчас подвернется какой-то человек до у экрана который скажет не знаю ну а гуглите узнайте понятно это друг маяковского дали наоборот маяковский друг бурлюка там пощечина общечь общественному мнению да вот такие фразы два слова вот сейчас кстати любопытно любопытно прочитаю футуристы 2 до владимир маяковский и давид бурлюк футуристы раскрашивали лица носили яркую одежду украшали петлицы пиджаков ложками в общем наводили ужас на обывателе потом революция миграции т.д. и т.п. но вот сейчас вот читаем эти да эпатаж вот этот вот внешний да а сейчас не так а сейчас это не производит на каких-то странных там людей которые неправильно обижаются не так оделись не так раскрасились до вызов отчитываю фиолетовый цвет раскрасили волосы все как было так и осталось ничего не изменилось это к разговору а там что-то меняет человечество ничего не меняется даже как и живопись которая остается всегда с нами а тем более вот такого уровня так что ох последняя неделя осени но ударными работами давайте знаем кто-то подцеливает и подлавливает вот такие вот картины ох повезет кому-то давайте удачи переходим в рубрику шестидесятники нашу любимую не устаем это подчеркивать и перед нами анатолий зверев 2 половина пятидесятых годов я пропустил название обратили внимание 2 половина пятидесятых годов бумага темпера 60 на 42 все очень хорошо более того более того уникальная ранняя работа зверя выполнена характерной для этого периода его творчество энергичной ташистской манере коллекция кастаки кстати говоря это вот несколько было работ в поле нашего зрения все попали вот это одна из последних не одна из последних а последний из коллекции кастаки поэтому кто пропустил предыдущие два шанса вот остался последний воспользоваться и так тем не менее там ранний зверев все вот это вот то что нужно коллекция замечательная а что же здесь изображено как то фильме мы уже говорили да на предыдущем аукционе одна из таких же абстрактных это автопортрет друзья мои это автопортрет не стал я уж больше тянуть в этом хатовскую паузу это автопортрет зверя представляете когда вначале вот попала к нам эта работа повесили на стену ну ну да бывает и так а вот чем дольше и больше ты на нее обращаешь внимание тем больше она тебе нравится сейчас мы просто в нее влюблены просто отрываем от сердца число вот такой эффект причем сейчас уже когда вот этот вот это вот мы отметили что нам жалко с ней расставаться с этой работой так вот чем дольше ты смотришь да на бездну тем в какой-то момент бездна начинает смотреть на тебя вот эта картина начинает смотреть на тебя вот при всем приток да вот при вот этой вот своей манере такой манере до изображения тем не менее картина начинает смотреть на тебя это поразительный эффект очень красивая штука при внимательном смотрим на самом деле что я рассказываю любители зверево более сейчас когда прошло несколько выставок и был фокус внимания к его жизни судьбе и так далее есть на самом деле ну вот и все уже и так ясно год время коллекция плюс автопортрет да еще вот в такой любопытной монет вообще все ясно цена я не хочу сказать что она дешевая бросовая тем более ли там низкая тогда нормально и опыт последних продаж говорит о том что продаются такие вещи и те кто вкладывает сейчас в них вот как те кто вкладывали год назад в зверево до покупая там велико фантастически как там просто потрясающие вещи платили за них там миллион полтора и тогда это было просто какая-то фантастика сейчас это воспринимается как великолепное вложение денег великолепно а на самом деле люди купили еще для себя и вот это вот второе такое дно владение до обладания вот такими вот произведениями искусства конечно греет душу конечно греет душу тем более такие времена тем более зима у нас на дворе так что воспользуемся в очередной раз замечательной работой и все что тут сказать давайте удачи ну и какой аукцион арцел инфо без крепкого немухина напомню кстати откуда появилась эта фраза один из покупателей и коллекционера в том числе как раз обратился к нам с просьбой какое-то время назад вот провода прям так что ему его там какие-то коллеги знатоки советуют и константин будет у вас проходить хороший крепкий немухин вы мне откажался давайте знать и тогда это вот эта фраза супер крепкий немухин перед нами до в рубрике 60 ники перед нами крепкий немухин 2010 год кстати и тот же вопрос а что здесь ну понятно раз не мухин то карты да что здесь изображено какой-то пасьянс какой-то что какая-то игра и на первый взгляд ну не понятно на самом деле глубочайший смысл и глубочайшая историческая значимость интерес тогда перед нами перед нами называется работа лабиринт кстати вот экспертиза в таком виде сейчас про нее обязательно поподробнее поговорю перед нами лабиринт и давайте прочитаю все что написал мне владимир богданов ему большой привет здесь лучше не скажешь и главное лаконичнее и так немухин это не абстрактное концептуальное построение подчеркиваю это не абстрактная работа тот скажет очень конкретно очень конкретно сюжет как часто бывает у немухина впечатленческий это условный топографический план пересечение дорог и тропинок в его любимых прилуках о как о как топографический но кто-то меня спрашивает а что такое топография да карта карта друзья мы это карта это карта дорог и тропинок в прилуках петли дорог с карта да тут видите как одновременные карты опять же скажет ну конечно раз не мухина не мухинская главная творческая тема это карты ну он заодно сюда их нет итак этот условный топографический план петли дорог с картами как метафора поворотов судьбы случайности и выпадающих шансов а вы думали давайте какая вещь перед нами философско и так далее обратить вспомните сразу наверняка кто-нибудь из вас подумал когда судьба дает вам шанс или пинка или что-то еще что как-то вас подвигает изменить что-то в своей жизни вот пожалуйста вот пожалуйста повороты судьбы карта как шанс удачи неудачи и так далее замечательная работа тонко философская и исторически значимая теперь про экспертизу смотрите к работе есть фотография на обороте самим художником владимиром не мухин если надпись что он ее подтверждает и так далее это очень правильно поэтому те кто приобретает картины прямо сейчас у художников напрямую не ленитесь очень вам поможет или потом вашим детям или так далее сделать хотя бы вот такие вещи а лучше прямо фотографироваться благо телефон всегда под рукой сейчас это сделать не неимоверно проще чем тогда сфотографируйтесь вместе с художником и с картиной в руках все все безупречный провинанс на всю оставшуюся жизнь больше ничего не надо никаких nft токенов и прочее вот так просто вот так просто и очень важно так что обращаем на это внимание и вот на эту замечательную работу с такой экспертизой за очень хорошие деньги друзья мои вот здесь не удержусь скажу очень хорошие деньги кто себе подлавливал крепкого интересного не мухина в нормальные так сказать не сильно ударяющий по карману деньги а ну все давайте и продолжаем как это не забавно рубрику шестидесятники перед нами не частый гость наших аукционов по крайней мере леоницоков леоницоков работа 1990 года называется старый и новые символы россии ну кроме того что это красивая вещь красивая яркая броска она еще оказалась очень пророческой 90-ый год напомню я и делалось как бы в одном контексте а вот спустя 30 лет совершенно по-другому воспринимается в этом и есть сила настоящего искусства но каждый раз оказывается если не остро то достаточно актуальным на сегодняшний день леоницоков абсурдистки два слова про него вообще за что мы его любим ценим и главным образом знаем абсурдистское сталкивание двух противоположностей и в этот раз то же самое коммунистический серп и молот противостоит монархическому двухглавому орлу вообще сокова мы с вами знаем и любим за что ну вот за его знаменитую скульптуру где об страну не абстрактная стандартный ленин стоит такой памятник и навстречу ему шагающий человек джекометти да да вот вот он вот он соков по всей своей красе ленин и джекометти столкновение двух миров двух эпох двух идеологий да насколько точное верное и глубокое произведение искусства при всей своей мультяшности и но какой-то шуточность какой-то анекдотичность и тем не менее так как и здесь а ведь через что мы имеем сейчас через 30 лет после создания этой работы что-то поменялось в головах какую-то сторону качнулась еще хуже еще хуже запуталась мы никак не сдвинемся с этой точки хоть бы по кругу шли ли по спирали куда-нибудь да как-то замерли в одном смотрим назад гордимся чем-то вперед непонятно и так далее вот леоницоков точку просто в самую точку поэтому для коллекции для произведения для философского размышления о будущем лучше не придумать лучше не придумать вещь тиражда но пойди-ка поищи ясно что с тех времен уже не осталось я не знаю штуки в обиходе да поэтому конечно редчайшая возможность за очень очень посильные правильные деньги приобрести себе серьезный такой смысловой символ происходящее точно тогда и сейчас такой аукцион у нас такие мысли в голове да ну давайте приобретаем перед нами владимир яковлев со своей знаменитой кошкой конец восьмидесятых бумага тушь калаш пардон конец восьмидесятых фанера масло 75 на 100 а размер кошка не хватает только птицы в зубах но что есть то есть один из любимых сюжетов но конформиста владимира яковлева яркий пример его нервные экспрессивной живописи написано с настроением работы маслом яковлев делал обычно в мастерских друзей вот эта большая редкость кому к тому же чаще всего это гуаши в общем мы его и знаем и воспринимаем как живопись владимир яковлев в основном это гуаши все что сделано маслом это уже большая редкость такой размер это уже большая редкость сюжет с кошкой ну здесь и говорить ничего редчайший сюжет исключительно на по ним сложно сказать весь хотел сказать для знатоков и понимание весь яковлев для знатоков все кто приходит в первый раз смотрят видят его рисунки это такой же вот я так могу да или мои дети могут детском саду или еще что-то в этом духе не могут так не дети не вы никто исключительно самостоятельный ни на кого не похожий художник со своим невероятным энергетикой до которые от всех его картин от этой особенно так что воспользуемся не кто-то скажет большой размер у меня некуда вешать во первых не такой уж он совсем и большой хотя конечно для якуля это серьезно ну тут уж придется выбирать найдется место под хорошую работу давайте кто-то воспользуется моментом очередной раз и конечно же пополнить замечательной работы своей коллекции удачи и смотрите какая яркая сочная смачная перед нами работа конечно николай вечтомов отражение 95 год холст масло 80 на 60 ну все классика вечтомова абсолютно классика что мы видим ударная вещь яркая притягивающая внимание и вот интересный термин который нашел владимир богданов выжигающие все вокруг в радиусе метра это тот самый ценимый знатоками биоморфный космизм николаевич томова биоморфный космизм кто-то сразу скажет ну да что же еще и добавит при этом игра безнатурных форм в пространстве вот все что мы хотели и нам нужно было знать про николай вечтомова это вот ровно это причем уже мы подчеркивали этот факт и еще раз на него обратим внимание работа кажется настолько современной что информация о том что художник участник войны той самой второй мировой и вот эти его цвета это не какая-то абстракция инопланетная и так далее а это как раз воспоминание о тех взрывах там и так далее да вот этих вспышек войны но вот да но вот да вот такая фантастическая трансформация и она вот эта фантастика вот вот в этих холстах замечательная работа по очень хорошей цене здесь про художника говорить здесь вот важно что добавить это художник которого мы советуем включать в свою инвестиционную коллекцию вот кто собирает коллекцию ну целого коллекция и инвестиции сложно сочетаемые такие понятия и тем не менее и тем не те кто сейчас а есть такие люди пришел в этот мир в арт-бизнес для того чтобы первую очередь инвестировать деньги а потом уже коллекционировать хотя очень быстро они превращаются коллекционеров тем не менее мечтомов один вот из таких художников еще до сих пор недооцененных да вот такая вот такая странность такая странность абсолютно самостоятельно абсолютно узнаваемый абсолютно уже вот во всех исторических контекстах каких только можно участник всего что только можно и выставки пчеловодства и так далее так далее все что связано с тонконформизмом это все николай вичтово и еще с такими яркими праздничными энергетически согревающими картинами но все все не проходим мимо приобретаем и получаем удовольствие во всех смыслах перед нами константин ботанков да еще с какой темой здесь надо сразу углубиться немножко оторваться уйти в бок есть у художников очень востребованные популярные темы в частности вот константина ботанкова я знаю точно это все что связано с москвой всего видами москвы ну естественно вот этим абсурдистским до апокалиптическим видением действительности где в небе вертолетики в и и в том числе в небе подводные лодки и все на свете вот пейзажи москвы виды кремля вот с этим вот совсем классическим набором константина ботанкова виде вертолетов подводных лодок это вообще потрясающе шикарные вещи потрясающе шикарно я кстати просил давайте вот это вот нужно на подарки вот такая вот москва и так далее и вот эта работа одна из подобных дошла до нас да еще как прочитайте слово москва в этом весь константин ботанков подарок исключительно хорош но если ты приобретаешь такую работу в качестве подарка как с ней потом можно расстаться она же классная себе хочется оставить безусловно безусловно что еще хотим сказать про константинов садник веселого апокалипсиса живописи графика московского медька украшает многие известные московские собрания но и работ но его работы что важно доступны широкому кругу коллекционеров включая ценители живописи со средним достатком вот здесь важная история художник на все что называется бюджеты начинающих уже увлеченных и уж совсем крутых вот просто супер узнаваемый есть супер популярные темы там не удержусь скажу просил тоже давайте сделайте его там серия с орликинами такими злыми потрясающе красиво потрясающе серия со снеговиками вообще чума сейчас как раз зима на дворе потрясающе красиво жалко что не повторяет и здесь та же самая история вот заставить художника в этом и есть художник выполнить работать под заказ вот не по настроению не по вдохновению невозможно константина батонкова по крайней мере уж точно поэтому вот коли уж появилась у нас с вами москва и у кого-то в каких-то планах кому-то подарить либо себе вот такую тему не пройти за эти деньги просто взять про запас ей богу и оставить навсегда давайте и перед нами павел петерштейн петерштейн уже уже какая музыка в этом слое в этом имени название пока постерегусь называть по нынешним временам чертозно прочитаю итак павел петерштейн прошлом инспектор группы медицинская герменевтика автор резонансной книги мифогенной любви каст павел петерштейн и сегодня остается пересмешником ерником ценителем крепкого словца он что называется остросюжетный художник не меняющий привычек даже в наши странные времена оголтелых поисков экстремизма в искусстве представляете насколько это все остро актуально остро актуально работа называется эксгибиционист эксгибиционист уже уже дальше мы не знаем кто это сейчас начнет обижаться оскорбляться и так далее хотя вот то время когда мы брали эту работу в одном месте правильно там оказалась случайная дама случайно помогал нам кое в чем она вот это для нее все это было совершенно что такое потустороннее неинтересно и вдруг пока мы там разбирались этим совсем бумажки записывали оформляли была такая пауза и она смотрела на все что было перед ней я сказал а вот это классная работа человек который до этого никогда не задумывался не про пеперштейна не при гермене не вне про что и тем не менее глазом выцепил и оценил что говорить про нас с вами павел пеперштейн очень хорошая цена замечательная работа в свое личное пространство глубокое философское мы про что только это не говорим да но это так и есть такого уровня и ранга художники вот ровно все вот это заложено всегда а уж тем более у пеперштейна тем более паверштейн супер пепер да его что говорят возьмем пепера возьмите моего пепера тогда это тоже значимое когда вот какой-то вот такой еще личное да нельзя назвать псевдоним прозвище это говорит о том что это все очень близко это попадает прям вот в нас это не какой-то там к искусству такое да там благоговейно там зашел в какой-то там дворец музея там ходишь в тапочках не шуми это все не про пеперштейна пеперштейн это вот наше родное острое и остросодержатель на этом к сожалению мы ограничены опять же тем самым ютубным временем приходится заканчивать скажу только что кроме этих лотов каждый аукцион 21 работа вот такого вот качества и уровня не поленитесь ходите по ссылочке почитайте получите удовольствие чтобы подогреть ваш этот интерес пожалуйста покажу вам еще одну работу деленок петр беренок смотрите какая классика вот такая композиция вот с какой-то круглой сущностью то ли луной то ли инопланетной жизнью каким-то человечком еще чем-то это вот просто классические необходимый сюжет для любой коллекции одно удовольствие в данном случае графика бумага а значит очень посильно по блюде деньгам и бюджету для начинающих для подарка это с таким качеством работы какой подарок себе надо ставить безусловно так что 21 работа каждую неделю нашему с внимание продолжаем наш арт-бизнес наши арт осень переходящую в арт зиму давайте удачи нам все